Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня, еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду. Посмотрите на них, сука. Нести без боеприпасов потери в Бахмуте. Бесполезные, неоправданные, мои парни не будут. Президент Владимир Путин is accusing the Wagner mercenary group of an armed rebellion. Trouble brewing within the Russian ranks. A weekend of chaos and drama in Russia. То руководство Минобороны, оно тщательно обманывает президента. И президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Давайте прекратим эти бесконечные истории о том, какие они, блядь, обосранные трусы, как они все разбегаются. Они не разбегаются, они воюют, они стоят, блядь, насмерть там, где это нужно стоять. И ведут себя абсолютно достойно. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в нашу лоно российских граждан. И не для того, чтобы демилитаризировать и деноцифицировать Украину. Хрен знает как милитаризировали. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. Из загородных клубов, из 500-метровых кабинетов, во время омолаживающего или другого косметического массажа солдатами на войне управлять невозможно. Вы сидите, т***, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на ютюбе ролики. Солдат – это не компьютерная игра. У него нету второй, третий, пятой или десятки жизни. Он погибает один раз. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это! Все это в комплексе и создают нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ